Неотъемлемая часть жизни каждого человека это общение. Общение родителей с детьми, детей с родителями, общение сверстников, друзей, коллег. Но общий язык найти бывает не всегда легко. Тогда на помощь приходит техника медиации. Что это такое, мы вам сегодня и расскажем. Медиация это способ разрешения конфликтных ситуаций при участии посредника. Вообще медиацией мы занимаемся с 2014 года. И это очень важно и для образовательных организаций, и для детско-родительских отношений, и для профилактики правонарушений несовершеннолетних. В Ярославской области сегодня 40 служб медиации. В Ярославском районе, Угличском, Тутаевском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском, в городе Ярославле, в городе Рыбинске. И как какой-то определенный результат вот этой работы 16 ноября мы проведем фестиваль служб медиации. Самое сложное время для ребенка – период подросткового возраста. Конфликты в школе, проблемы в общении с родителями, с учителями, со сверстниками. Медиация приходит на помощь и здесь. Особенно хорошо, если в качестве посредника, медиатора выступает такой же ребенок. Школа – очень важная пора для ребенка. Это не только обучение, но и общение, формирование социальных моделей поведения. Специалисты отмечают, в разрешении конфликта школьники склонны доверять своим сверстникам. Поскольку конфликты нужно решать подросткового и подростков, им, конечно, комфортнее обращаться к своим сверстникам, нежели к учителям, потому что на этом этапе для них важны общения. Поэтому мы сразу стали создавать группу медиаторов-ровестников. В Ермаковской средней школе медиация работает как групповая, так и индивидуальная. Круги доверия, обсуждение конфликтных ситуаций. По результатам составляется примирительный договор, за соблюдением которого следят как обе страны конфликта, так и медиаторы. Шанс на примирение есть у каждого. Служба школьной медиации «Шанс» — это школа альтернативы, надежды, сотрудничества. Одна из техник медиации — круг сообществ. Дети обсуждают конфликты, поиск выхода, компромисса. По кругу передается символ слова, дающий право высказывать свое мнение. Выслушивают всех. Медиация — это занятное дело, потому что конфликты — это очень частая ситуация в нашей жизни, и мы каждый раз с ними сталкиваемся. Нужно научиться их разрешать. Различным техникам и методам медиации ребят обучают не только в школе. Летом 2017 года был организован муниципальный отряд учащихся медиаторов четырех школ Рыбинского района. Опыт нам удался. Всего занималось, ходило в лагерь 15 детей, семь из которых было из нашей школы. После обучения на начальных этапах медиация происходит под присмотром специалиста, куратора службы медиации или школьного психолога. Дети детям намного проще открываются. То есть у них один язык, на котором они разговаривают, у них одни интересы. Это намного проще — доверять свои конфликты провесникам. В зависимости от группы используются различные техники. Самопрезентация, разбор ситуации. А чтобы объяснить ребенку понятие конфликта, его предлагают просто нарисовать. Мы рисовали, как мы себе представляем конфликт. То есть ситуации либо из жизни, либо как мы его себе представляем. В Рыбинске дети-медиаторы с успехом работают как в своих школах, так и ездят на помощь коллегам. Для каждого возраста свой набор медиативных техник. Меня зовут Лея, а это мой друг Зайка Марковкин. Занятие начинается с упражнения «сердитый листок». Исписанный лист необходимо смять, выплескивая негативные эмоции. Затем порвать и выбросить, избавиться от проблемы. Мне больше всего понравилось упражнение «сердитый листок». Когда я рвал этот листок, я вспоминал все грустные события, но потом, когда я его разорвал и выкинул, мне стало очень весело. Мы сминали листок, и туда уходили все злые эмоции. О чем ты думала, когда ты сминала листок? Ну, о всяких злых у меня проблемах в жизни. Следующее упражнение помогает отвлечься. Представляете, как отряхиваются собаки, выходя из воды? Встаньте и на минуту встаньте такой мокрой собакой. Мокрая собака. А ты какой собакой был? Грустной собакой, хатикой. Мокрая собака. Покажи мне, скажи, какой мокрой собакой ты был? Повчаркой. И от чего же отряхивалась повчарка? Грязных эмоций. Мокрая собака. И что ты делала? Я отряхивала свои злые эмоции, агрессии, и это помогло. Мокрая собака. Ну, какой ты был мокрой собакой? Пёрненькой. В финале упражнения «Солнышко» в центре листа рисуем круг с лучиками. На каждом луче пишем позитивное прилагательное. Красивый, умный, добрый. Заполнили все лучи? Ставим в центре букву «Я». Смотрите, какой вы на самом деле. Добрый, красивый, заботливый. Мне больше всего понравилось упражнение «Солнышко». Ведь оно кажется очень доброе. Медиация для класса занимает один урок. Причём дети-медиаторы в Рыбинске уже достаточно опытные. Набор техник может меняться прямо по ходу занятия. Ребята, которые сегодня показали занятия, вышли у нас уже на третий уровень нашей системы. То есть они получили свидетельства об окончании курса по программе «Школьник-медиатор», начали деятельность в своей школьной службе медиации и сейчас выходят на уровень города и области. Большинство ребят с медиацией сталкиваются впервые, но после тренинга уверены, эти методы можно использовать в любой ситуации. Да, ведь в жизни это поможет по разрешению конфликтов, потому что множество бывает разных и сложных, и лёгких, но их нужно найти путь к решению. Ещё один плюс медиации – профилактика конфликтов. Наши службы примирения или медиации ведут профилактическую работу, восстановительные программы, которые помогают примирению сторон, которые не находят общего языка. Анализируя немножко тот опыт, который в городе Ярославле есть и в образовательных организациях, видим, что на самом деле снижается уровень конфликтности, более, как бы, что ли, компетентны становятся стороны в том, как конфликты разрешать, и самое главное, они меньше и становятся больше возможностей для предупреждения. Снижение уровня агрессии, самостоятельный поиск выхода из конфликта и способность встать на ситуации. Медиация в школе действительно работает. Хотите проверить на себе? Попробуйте на минуту стать мокрой собакой и взгляните на проблему совсем другими глазами. В обычной ситуации от конфликта школьник может просто уйти. Но как быть, если с оппонентом вы вынуждены не только учиться, но и в буквальном смысле слова жить вместе под одной крышей? Углический детский дом нашёл своё решение для комфортного общения. Конфликтная ситуация Конфликтная ситуация – это всегда сложно, но в большинстве случаев мы можем уйти от конфликта, от причины, да и просто от того человека, с которым произошёл конфликт. В условиях детского дома и постоянного проживания конфликтную ситуацию приходится решать сразу на месте. Очень важно не только их помирить, но и восстановить их внутренний мир, восстановить их отношения, чтобы в дальнейшем жизнь в стенах детского дома стала для них комфортной. Служба медиации в Углическом детском доме работает с 2015 года. В 2017 году к работе взрослых присоединились и дети. Достаточно частые были конфликты, и самовольные уходы были у нас очень частые. И уровень компетенции педагогов в этой области был недостаточно высок. И, конечно, мы с удовольствием включились в региональный проект развития службы медиации в Ярославской области, потому что для нас это было необходимо. Зачастую решить проблемы на уровне сверстников оказывается проще. Дети не всегда готовы открыться педагогу, а вот к друзьям могут и прислушаться. Так что осенью этого года в детском доме появились ещё два медиатора – семиклассники Дима и Иван. Мне рассказывали, что я буду разрешать разные конфликты среди детей. Всё. А конфликтов много? Так, нормально. Сейчас ребята работают с дополнительными материалами. Проекты и методички – разработанный шаблон вопроса. К делу подходят серьёзно. Один воспитанник подрался с другим воспитанником из-за игрушки. И, вступая я, говорю то, что вам помочь решить этот конфликт. Если обе стороны согласны, то я им помогаю. Никакого насилия – это один из основных постулатов. Решить проблему с помощью слов, а не кулаков – это актуально для любого сообщества, особенно для закрытого, такого, как детский дом. В большинстве случаев все проблемы удаётся, если не решить, то сгладить. Конфликт разрешён. Воспитанники и педагоги отмечают, после появления в детском доме службы медиации уровень конфликтов постепенно снижается. Даже если это происходит не мгновенно, маленькими шажками – это уже хорошо. А значит, методика действительно работает. Иногда в разрешении конфликта помогает взгляд со стороны. Техника медиации действительно может привести вас к компромиссу. Причём помогает она не только детям, но и родителям. Как именно – сейчас и покажем. Медиация в детском саду. Считаете это лишнее? Педагоги Тутаевского садика «Лукошка» стали первопроходцами в своей нише и успешно освоили технику медиации. На данный момент у нас четыре медиатора в детском саду, которые работают с этими ситуациями. Кто-то, конечно, вначале скептически к этому относился, улыбался, что это за медиаторы, что это за медитации и так далее. Но по мере того, как эта служба продолжала работать, союзников становилось всё больше и больше, и это стало достаточно интересно. Помимо решения конфликтов в коллективе, медиацию применяют в профилактических целях. Формат семейной конференции подходит для практики как в стенах детского сада, так и в домашних условиях. У нас медиация идёт исключительно среди взрослого населения, потому что взрослых участников образовательного процесса. Так как дети ещё не достигли определённого уровня, у них не сформировались определённые навыки, такие как саморефлексия, в том числе и ответственность, то есть определённая доля. Для тренировки родителям предложена конфликтная ситуация. Каждый примеряет на себя роль члена семьи – от мамы до брата мужа. После порой бурного обсуждения своё видение проблемы и готовый вариант решения высказывают все. Вообще в своём обществе нужно решать проблемы бесконфликтно стараться. И это помогает везде, как дома, так и на работе, в общении с друзьями, с близкими, с родственниками. Ну а семья – это наша основа основ, и поэтому здесь решение бесконфликтных каких-то ситуаций – это прежде всего. После практики на родительском собрании медиацию в формате семейной конференции можно провести и дома. Я оказалась в такой ситуации, что некоторые члены семьи не знали, что я, как мама, очень много было на меня нагрузки, а потом, когда мы собрались с семьёй, то мне стали помогать. Хотите решить проблему – садитесь в круг и начинайте обсуждать её по очереди, слушая каждого члена вашей семьи. После чего запишите варианты решения. Вы не только найдёте общий язык, но и обнаружите новые возможности, а конфликт, скорее всего, будет исчерпан. Найти общий язык представителям нескольких поколений бывает сложно. Как это происходит в семье Лебедевых, давайте мы сейчас с вами и узнаем. В Большом доме Лебедевых под одной крышей живёт сразу три поколения семьи. Родители – Роман Анатольевич и Вера Владимировна, бабушка Евгения Павловна и младший сын Ростислав. Старший Родион недавно женился, но у родителей бывает часто. Живём отдельно от родителей, да, нам, можно сказать, повезло. У родителей была крыша. Жить в отдельном доме Лебедевы не планировали. За лето перевезли все вещи, а возвращаться в квартиру уже не захотели. Завели собаку, трёх котов и начали делать ремонт. Это был, конечно, такой невероятный шаг, на который мы не планировали. Не планировали даже. Стойку нового дома. Вот этот дом и называем нежданчик. Ремонт в доме продолжается и сейчас. К Новому году хотят сделать кухню, к лету закончить работу на первом этаже. Дизайном занимается мама Вера, на мужских плечах всё остальное. Вот вчера мы вместе с папой делали, я ему помогал, да, финишную стяжку. Я ему помогал укладывать цемент, мешал, приносил. В свободное время каждый находит занятие по душе. Мама с бабушкой на огороде, папа отдыхает с гитарой, дети занимаются спортом и ходят в кружки. Достижения сохраняют для семейной истории. Пока по количеству грамот лидирует Родион, но Ростислав его догоняет. Сколько тебе не хватает грамот? Да, одной-две. Оба сына занимались в танцевальном коллективе «Конфетти». Однажды даже вышли на сцену вместе. В занятиях сыновей родителей не ограничивают. Папа, я хочу в кадеты. Тебе-то нахочется? Хочется. Ты хорошо подумал. Ты хорошо подумал. Хотелось ворвать. Иди. Но если уж ты пошёл, то состракивать нельзя. Семейный досуг у Лебедевых разнообразный. Если собирается семья с друзьями, в ход идут настольные, а временами и напольные игры. Жестами буквально на пальцах загаданное слово могут показать все, даже бабушка. Обсуждения проходят бурно. Стучать. Пилить. Стройка. Строить. Да нет. О, что-то ремонт. Побеждает обычно дружба. После чего глава семьи может глядь в руки гитару. Приходит время. Люди головы теряют. И это время называется весна. Общий язык нескольким поколениям найти можно. Рецепт от сыновей. Разные комнаты. А вот родители уверены. Детей надо просто любить, а воспитывать действительно на себе. Рецепт подходит всем, вне зависимости от возраста детей. Просто попробуйте и сохраните связь поколений на долгие годы. Общение – это тонкий и сложный процесс. Но если главное для вас – это выход из конфликта, а не поиск правых и виноватых, метод медиации действительно работает. Ищите компромиссы. Говорите на одном языке. Храните свой семейный круг. И до встречи.